Многие говорят, что нужно тихо сидеть, а иначе будет как война в Украине. Ну, во-первых, я хочу сказать, что рядом с нами два опасных соседа, это Россия и Китай. Они всегда были, и всегда были, и как-то мы территорию создали, современную территорию Казахстана. Вы что думаете, наши предки сидели в такой вот юрте, и ой, шукуртова, Ктай, значит, на нас не нападет. Россия на нас не нападет, и будем тихо сидеть, и поэтому нам подарили огромные территории. Так же не было, это люди воевали, не сидели, шукуртова, саяцатпинайна, спаим, и так далее. Такого же не говорили, я политикой не занимаюсь. Они воевали за эту землю и отстояли ее. А если бы они так себя вели бы, никогда бы у нас не было ни земли, ни нации, вообще ничего не было бы. Так же? Теперь, если говорить по Украине, вот это все, что происходит, то, что на них напало, Россия, они могли это все предотвратить. Я вам простые цифры скажу. У Украине воловой внутренний продукт, так называемый, на душу населения, ВВП, меньше 5000 долларов. У соседней страны, рядом находящихся, которые вместе с нами были в Советском Союзе, Эстонии, Литва, Латвии, у них ВВП 26-27 тысяч долларов. То есть, больше чем в 5 раз, чем у Украины, в 5 раз доход на душу населения больше. Почему? Потому что они выбрали курс европейский, последовательно туда шли, и не дали, как народ, чтобы над ними стоял диктатор. А что получилось в Украине? Был один вор, диктатор, был второй, третий и так далее. Они растащили страну, олигархов создали. Все это время народ, да, там люди более активные, но они не дожали. Получается, что они от этого богаче не становились. Почему? Потому что каждый раз приходили в классе какие-то люди, народ не контролировал эту власть. И они разворовывали. Заводы, фабрики, экспортные предприятия, все ушло в карманы. Кого? Тех президентов, через своих подставных лиц, которых они называют олигархами. Вот что получилось. И страна, вместо того, чтобы стать сильнее, она не становилась. Просто вот разбазаривали богатство страны. Теперь посмотрите, что происходит в этих странах с соседей. В Литве, Эстонии. У них вообще ничего не было. Украина очень богатая страна. И земля у них самая богатая в мире. И заводы, и фабрики. Чего только у них не было. И главное, образованные нации. Вот что главное. И да, относительно Казахстана более активные. Но посмотрите, они не дожали. И когда они были слабы, к ним пришел Путин, начал с ними воевать. А если бы они готовились к войне, вооружались, поднимали экономику, Путин бы никогда не напал бы на Украину. Вы посмотрите, всеми нелюбимый Израиль. Я сейчас только одну часть возьму. Соседи у них там. Иран больше 80 миллионов населения. Рядом Египет больше 200 миллионов. Вообще арабский мир около полумиллиарда. И вот эта маленькая страна, меньше 10 миллионов человек. Раньше было вообще там чуть больше миллиона. Около 10 миллионов. Полумиллиардные враждебные отношения. И реально эти крупные страны не решаются напасть на Израиль. Нападали в 57 году. Проиграли. Почему? Потому что нации едины. Вы посмотрите, что евреи делают. Вы можете говорить, что да, они сейчас арабов побивают. Я сейчас о другом говорю. О том, что евреи сумели создать государство. Со всего мира начали прилетать. Готовность проявили. За неделю собрали 300 тысячную армию. За неделю. И у них экономика позволяет ее содержать. У нас население больше 20 миллионов. Не 10 миллионов, как в Израиле. У нас богатства гигантские. Что там в Израиле? Там у них ничего нет. Они только технологии, айти и все прочее. Там вообще ничего нет. Пустыня, Красное море и ничего нет. Смотрите, что Израиль сделал. Полумиллиард населению противостоит. А у нас все есть. Армии нет. Люди бедные. Все растаскивается. Все как в Украине. И когда ты слабеешь, как раньше государство завоевывали. Если соседнее государство ослабело, а потом на нее нападает. У нас была сильная Золотая Орда. Ханы наши сидели. Между собой дрались. Богатели. Имели десятки жен и тому подобное. Народ был бедный, необразованный. Рабы, по сути дела. Ханство стало, Золотая Орда стала распадаться. В это время их, фактически завоеванные княжества российские, в то время как такого России не было, усилились, усилились. Потом раз и стали правоприемниками Золотой Орды. Они фактически перехватили власть и построили большую страну, империю. У нас все это было. А мы все потеряли. Почему? Люди рабы. Потому что ханы, они не занимались образованием населения. Не строили промышленность. Не строили военную экономику. Просто сами жировали. Вот наши любят. О, бзден хан, дармс, дай бог, дай бог, дай. Что фигня это? Наши ханы просто жирали. И потеряли мы то, что мы имели. Понимаете? Сейчас та же самая ситуация. Сидят вверху ханы, типа Назарбаева и Тукаева. Население слабое, трусливое. Всего боится. Давай мы здесь в уголочке тихо посидим. В итоге что получается? Страна ослабеет. И завтра на нас то ли Китай нападет, то ли Россия. Не отсидимся никогда. История мира показывает. Поглощают слабых. Мы не отсидимся. Поэтому, чтобы этого не было, мы должны стать сильными. Сильными при этом режиме не будем. Они будут продолжать воровать. Народ держать нищете. Мы не будем иметь сильную оборону. Мы вообще так потеряем страну. Нам случайно в 91 году дали независимость. Случайно. Мы ее находим в той ситуации, когда потеряем. Хорошо Украине помогает Запад. Там им помогает. Меньше, больше помогает. Они дерутся. Нам кто будет помогать? Если мы будем слабыми. Если мы будем к ноге Путина прижиматься. Или в сторону Китая прижиматься. Любой из них. Щелк и нет нашей страны. Понимаете? Вот в чем опасность. Продолжение следует.